1 марта 1445 года родился Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения. Больше всего положительных откликов получила его работа поколения волхвов для монастыря Санта-Мария-Новелла. В 1481 году Боттичелли участвовал в украшении Сикстинской капеллы фресками. По возвращении в Рим художник пишет ряд картин на мифологические темы «Весна», «Турнир», «Рождение Венеры». В этот день в 1555 году Мишель де Натардам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчество Мишеля Нострадамуса». Предсказания были написаны в форме четверостишей на четырех языках. Нострадамус обращался при составлении предсказаний к планетарным схемам. Исследователи творчества Нострадамуса подметили довольно много интересных и точных исторических совпадений. Например, в числе сбывшихся пророчеств – фашистский режим Гитлера. 1 марта 1919 года в системе уголовного розыска России был создан кабинет судебной экспертизы – первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России. Тогда оно называлось «Центророзыск». Первые эксперты проводили небольшое количество экспертиз, в основном по исследованию различных веществ и документов. 1 марта теперь ежегодно неофициально отмечается как День эксперта-криминалиста МВД России. В этот день в 1963 году родился Томас Андерс – немецкий поп-певец, актер и композитор, бывший солист группы «Модерн Токинг». Свои первые шаги в музыкальной карьере делал в церковном хоре, обучался игре на гитаре и фортепиано. В 1984 году появляется дуэт «Модерн Токинг», солистом в которой вместе с Томасом выступает Диттер Боллин. За последующие годы дуэт выпустил 6 альбомов и продал 60 миллионов пластинок. В 1987 году дуэт прекратил свое существование по обоюдному согласию.